Вала Щук СД пишет вам эссе, в жизни рок-эролл, Вала Щук СД Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодняшний свой пост я буду исполнять для вас вот в вот этих прекрасных очочках а-ля Кот Базилио, которые я приобрел в знаменитом питерском магазине Castle Rock. В ходе нашего творческого уикенда по местам боевой и трудовой рокерской славы города Санкт-Петербурга. В ходе этого краткого творческого отпуска нам также удалось побывать на концерте группы OutKast в концертном зале Аврора 3 октября в субботу. А до этого, 12 сентября, я побывал на концерте группы Аматори в Москве в известиях Холли. И пообещал своим подписчикам, что я обязательно схожу на концерт OutKast и сделаю сравнительный анализ творчества обеих групп и их концертов. Почему я хотел так сделать? Да потому что OutKast организовали выходцы из Аматори, гитаристы Дмитрий Рубановский и Александр Павлов, а также вокалист Игорь Капранов. Да и вам, я уверен, будет интересно сравнить эти две группы. Отличаются ли они, а если отличаются, то чем? Ведь музыканты обычно расходятся из-за творческих разногласий. Но если разойдясь, они продолжают играть похожую до неразвлечения музыку, значит, разошлись они больше из-за материальных разногласий, чем из-за творческих. Вот еще и поэтому мне хотелось посмотреть обе группы, послушать их музыку, а затем проанализировать и сравнить. Начну по порядку. И в билетах, и в анонсе концерта группы OutKast было указано начало мероприятия в 19.00. И ни о каких группах разогрева не говорилось ни слова. Тем не менее, спустя аж целый час ожидания на сцену вместо OutKast вышла питерская группа Grenover. Я имел отдаленное представление об этой группе, смотрел ранее ряд их официальных видео. И должен сказать, что в своих официальных клипах они неплохо поют на английском и демонстрируют достаточно стильный альтернативный металл. Но на концерте в живом исполнении они продемонстрировали далеко не тот уровень, который в клипах. Понимаю, что студийная работа позволяет выверить и отточить каждый звук, но здесь перепад, на мой взгляд, был слишком разительным. Инструментальные партии сливались в единый унисонный гул, и голос тонул в этом общем коммунальном гуле. Инструментальные партии Звукоизвлечение Иначе он просто потеряется, сольется в тот самый общий гул. Не будет понятно ни слов, ни мелодии. На мой взгляд, ребята из Grenover расслабленно подошли и к режиссерской подготовке звука, и к самому исполнению. Звучало именно так, как я и сказал, без особого развлечения инструментальных партий и с утонувшим голосом. Может быть, у них не было возможности отстроить звук по каким-то причинам. Поэтому была большая разница между их официальным студийным звучанием и звучанием здесь, на концерте. К выступлению Grenover у меня нет никаких претензий. Ребята настроили звук как смогли и играли как умеют. Выше головы, как говорится, не прыгнешь. Но надо отдать должное. Они честно выкладывались на сцене. В их выступлении меня насторожил один факт. У них на басу играл бас-гитарист из OutKast Михаил Прокофьев, который затем должен был продолжить играть с хедлайнерами. Насторожило то, что различными блогерами и журналистами OutKast позиционируется как надежда российского металла, как новая, но очень крутая профессиональная команда. А бас-гитарист тут же, у меня на глазах, играет в группе, которая под такие хвалебные отзывы не подпадает. Каков же тогда реальный уровень OutKast? Не перехвалили ли их журналисты? Вот о чем думал я, слушая группу Grenover. Но OutKast меня не разочаровали. Субтитры делал DimaTorzok Должен сказать, что они действительно работают и звучат очень профессионально, насколько я разбираюсь в этой музыке. Я бы даже сказал, что звучат они круто. Перепад в звучании с группой разогрева был очень существенный. И это несмотря на то, что бас-гитарист Михаил Прокофьев перешел прямо на сцене из Grenover в OutKast. На сцене он не выделялся, вел себя скромно, как новичок, но уверенно держал музыку на своем басу. Видать, не зря его пригласили в набирающую популярность группу. Теперь вкратце расскажу о том, что мне понравилось. Во-первых, они грамотно разместили барабаны за стеклянным защитным экраном, чтобы микрофоны подзвучки барабанов не ловили посторонние шумы и не допускали слияния всех инструментальных партий в один общий гул. Так как барабаны в музыке такой стилистики, точно так же, как и гитары, играют очень скоростные партии и работают, в отличие от традиционного хард-рока, не только в сцепке с басом в составе ритм-секции, но и с основной рифовой гитарой. Поэтому здесь так же нужна пиццикатная конкретность звучания каждого удара. А это требует и высокого профессионального мастерства барабанщика, и грамотной подзвучки, и того самого защитного экрана, чтобы не ловить посторонние звуки. У Outcast технически все было сделано очень грамотно. Во-вторых, их уровень очень серьезно поднимает высокое профессиональное мастерство гитариста Александра Павлова и в первую очередь основного гитариста Дмитрия Рубановского. Я охарактеризую его профессионализм одним простым, но редко упоминаемым словом из музыкального лексикона – это виртуоз. На своей восьмиструнной гитаре он играл очень скоростные и, как я для самого себя говорю, рваные, сложные, аритмичные, но очень интересные современные риффы. И так как он играл их очень отчетливо, точно, пиццикатно, с чистым мощным звукоизвлечением, не задевая соседние струны, то они очень хорошо прослушивались, не сливаясь в гул, несмотря на очень мощный звук, идущий со сцены. Может, я не прав, но, по моему мнению, чистота игры, чистота звукоизвлечения у наших хэви-металистов – очень редкое явление. У Рубановского же все это налицо. Александр Павлов тоже мастерски работал, но у него все же была больше поддерживающая функция, дополняющая основную гитару. В-третьих, не бывает хороших групп без хорошего барабанщика. Павел Лохнин – отличный барабанщик, барабанщик нового поколения, владеющий техникой скоростной игры, которую требует современный металл. Я бы сказал, что для Рубановского, Павлова и Капранова, как организаторов группы, было большой удачей, что они смогли привлечь Лохнина в свою группу. Такого уровня барабанщиков в нашей стране по пальцам пересчитать. И без такого барабанщика, владеющего скоростной игрой, причем всеми конечностями, делать хорошую музыку в такой стилистике невозможно. Пародировать, ну или порнографировать можно, но делать достойную современную музыку в стиле металл без такого барабанщика не получится. В-четвертых, я уже говорил об этом неоднократно. Лицом любой группы является не барабанщик, не гитарист, не басист, не клавишник, а вокалист. Такое мое мнение. Если вокалист обладает харизмой, если чувствуется человеческая мощь в его голосе, то вне зависимости от мелодичности, как самих партий, так и голоса, эта группа будет притягивать поклонников своей энергетикой. Они будут приходить и приходить на ее концерты, чтобы подзарядиться энергией, идущей со сцены. Вокалист-ауткаст Игорь Капранов обладает и харизмой, и артистизмом, и мощным голосом, и той самой энергетикой, которая заводит зал. Подвожу итог их преимуществам. Прежде всего, хочу отметить работу непредставленного публике звукорежиссера. Звучало все достойно. И мощно, и чисто, и прозрачно, насколько это возможно в этой стилистике. В том числе, выделяю грамотный подход к озвучиванию ударной установки. Но это уже больше заслуга Павла Лохнина, который также уверенно держит ритм и демонстрирует высокое мастерство. Отмечаю уверенную игру Александра Павлова и виртуозную игру Дмитрия Рубановского. Все-таки научились некоторые наши гитаристы играть не хуже западных. Отмечаю работу вокалиста Игоря Капранова, который и на сцене вел себя очень артистично, и пел очень мощно, без фальши, и умело использовал различные вокальные техники и чистого вокала, и гроулинга. Теперь перехожу к критике. Я не буду говорить, что у них плохо, а скажу о том, что, на мой взгляд, можно было бы улучшить, чтобы еще больше повысить уровень группы. Партии другой гитары, которая в руках Александра Павлова, неплохо было бы сделать повыразительней. Все-таки двухгитарная музыка поинтересней той, в которой одна гитара затмевает другую. Ударные. В такой музыке все инструменты важны, но барабаны – это один из главных инструментов, наряду с рифовой гитарой и вокалом. Даже не знаю, что из этой троицы важнее. Павел Лохнин – прекрасный барабанщик. И раз я уже делаю сравнительный анализ групп Ауткаст и Аматори, то по технике он одного уровня с Даниилом Светловым из Аматори. Но опять-таки, на мой очень субъективный взгляд, да простит меня Павел Лохнин, что попал в мой сравнительный анализ, но Даниил Светлов звучит мощнее. Но это как в боксе. Вроде одинаково поставлена школа у двух боксеров, то есть техника на одном уровне и весовая категория одна и та же, но один нокаутер – панчер, а другой побеждает только за счет техники. Вы мне можете сказать, а может кому-то нравится, как боксеры фехтуют на ринге, демонстрируя высочайшую технику и мастерство. На что я вам отвечу, как человек, отдавший боксу 12 лет своей жизни и проведший в ринге более 200 боев. Квинтэссенция красоты бокса именно в нокауте. Так вот, Даниил Светлов – это панчер, нокаутер. Не знаю, от природы у него рука такая тяжелая или просто поставленный удар, но он вышибает звук из барабанов, бьет как копытом при великолепной технике. А Павел Лохнин стучит не менее технично, но нет той мощи. Что могу сказать, как бывший боксер? Надо работать над собой, ставить удар. Во всем можно добиться поставленных целей, если ты умный человек. Без этой ударной мощи музыка будет проигрывать конкурентам. Еще. Мне показалось, что Даниил Светлов работает с большей самоотдачей. Может быть, это связано с тем, что Светлов работает в собственном проекте, а Лохнин – привлеченный музыкант. Сравнивать их оригинальность и техничность не возьмусь, так как для этого надо быть барабанщиком такого же уровня. Я только рассказал о своих эмоциональных впечатлениях как зрителя. Вокал Игоря Капранова, как я уже говорил, хорош. Владеет и чистым, и экстремальным вокалом. Очень четко и внятно артикулирует. Тексты песен понятны даже в технике гроулинг. Но, на мой взгляд, песням не хватает мелодизма. Хотя бы каким-то частям песен. Когда хочется подпевать, вы скажете, не тебе об этом рассуждать, сам просто говоришь в песнях. Да, друзья, я говорю. Но я, во-первых, работаю в другой стилистике, а во-вторых, не просто говорю, а говорю мелодично, в ноты. Именно так, как это принято в классическом хард-роке, который я исповедую, а не кричу на одной высоте. Гроулинг у Капранова, как я уже сказал, отличный. Но на одних криках мелодизма не будет. Все-таки западные лидеры подобной стилистики хоть что-то, да мелодично пропевают. Я именно это имею в виду, а не то, что я сам великий мелодист. Ребята из Ауткаст профессиональные, опытные музыканты, и поэтому лучше меня знают, что такое хит. Это когда публике хочется, и она может подпевать музыкантам. Экстремально кричать, точно так же, как профессиональный рок-вокалист, зрители вряд ли смогут. Теперь самое главное мое замечание касаемо вокала. Я уже целый год пытаюсь донести до любителей рок-музыки, и до самих рок-музыкантов результаты своего исследования критериев классической рок-музыки. В которых я пришел к выводу, что главным критерием рок-музыки, отличающим ее от других вокально-инструментальных стилей, является особая вокальная ритмика. Подчеркну, не вокальная техника, скрим, гроулинг, чистый вокал и тому подобное, а именно ритмика. Я назвал ее синкопированной вокальной ритмикой. Такая ритмика подразумевает постановку ударных слогов окончаний фраз в запевной части песни в контрапункт по отношению к метрическим долям такта. В таком случае создается эффект несовпадения ритмических акцентов вокала с метрическими тактовыми акцентами. Именно это придает рок-музыке характерное, ни на что не похожее звучание. И именно так поется в классической рок-музыке. Это обусловлено ритмикой английского языка и подтверждается моими исследованиями сотен песен самых настоящих классиков рок-музыки. На мой взгляд, только используя такую вокальную ритмику, можно говорить о том, что данная конкретная песня сделана чисто стильно по отношению к рок-музыке. Проанализировав песни Ауткаст, должен сказать, что они, не задумываясь над этим, как и большинство наших рок-музыкантов, допускают отклонения от данного критерия. И зачастую в куплетах поют в долю. То есть именно так, как это делается в эстрадном пении, ну или по-простонародному в попсе, где используется равнодольная, равнодлительная вокальная ритмика. Когда земля уходит из-под ног, ты не знаешь, какой будет следующий шаг. Следующий шаг! Будет следующий ход! Следующий ход! Все в твоих руках, ты знал, на что идешь, в конце концов все и что твое решилось. Все в твоих глазах, говорит одно, ты будешь только рад, и течь не важен, ничего! Таким образом, они эклектично смешивают эстрадную попсовую стилистику со стилистикой рок-музыки. В этом нет ничего страшного, это не смертельно, можно петь как угодно, но, во-первых, это самая простейшая вокальная ритмика в долю, с притоптыванием ножкой. Это первобытная шаманская ритмика. Эти, 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 эти. Она очень сильно упрощает, если не сказать, примитивизирует музыку. А современный хэви-метал инструментально-технически очень сложная музыка. И такой простейшей вокальной ритмикой музыканты сами берут и примитивизируют собственную же великолепную техническую сложность. Ставят себя на один уровень с дилетантами, которые по-другому, иначе как в долю, да в унисон петь не умеют. А во-вторых, с такой стилистической ошибкой использования вокальной ритмики и с другой музыкальной стилистики, музыка становится эклектичной и нечисто породной. И с такой музыкой уже невозможно подняться до международного класса рок-музыки. Это то же самое, что и когда спортсмену с самого начала неопытный тренер поставит неправильную технику какого-либо вроде бы на первый взгляд несущественного движения. Все, точка. Хреновый тренер задал этому спортсмену потолок его роста. Ничего вроде смертельного. Более того, такой спортсмен сможет даже стать мастером спорта за счет силы, скорости и выносливости. Но чемпионом мира он уже не станет никогда. У него хромает техника. Репертуар пока незначителен. Записали только один альбом с названием «Ультра». 11 песен, 3 из которых фиты с другими музыкантами и 9 инструменталов. Но ребята торопятся жить, поэтому активно концертируют. Это, конечно же, отражается на студии и на работе. Но, наверное, это правильно. Жизнь очень быстротечна, а мода на ту или иную музыку еще быстротечней. Этот концерт был именно презентацией альбома, поэтому спели все песни. За час управились, ждали при этом мы их 2 часа 12 минут. Может быть, у них есть еще и другие наработки, но это нам неизвестно, и на концерте их нам не представили. Название. Не знаю, чем они руководствовались, назвав свою группу точно так же, как называется достаточно известная американская хип-хоп-группа Outcast. Если кто-нибудь из подписчиков знает, зачем они взяли такое подражательское название, буду благодарен за информацию. Но мне кажется, в творчестве опасно подражать даже в названии, вне зависимости от того, какой смысл вы вкладываете в свое название, повторяя уже существующее. Это может отразиться и на самом творчестве. Мы все с вами очень хорошо знаем, как корабль назовешь, так он и поплывет. Отношение к публике. Я уже говорил об этом в сторис, но здесь повторюсь. Обычно даже самые крутые западные рок-звезды начинают концерт на час позже заявленного времени с учетом разогрева. Группа Би-2, наши российские звезды, начали концерт через полтора часа. Даже Тиллин Деман из Рамштайна начал через час сорок, а Уткаст начал через два часа двенадцать минут, а вся презентация при этом заняла один час. Я понимаю, что они талантливые мужики, но по-моему ребята рановато звезду включают. Ну это конечно на мой дилетантский взгляд. Еще об отношении к публике. Публике не были представлены ни сами музыканты, ни их гости. Какие-то мужики выходили на сцену и пели вместе с ними. Кто это были такие? Мне к примеру было непонятно. Может я отстал от жизни и это какие-то великие мировые звезды, но мне они не известны. Поэтому сказать о них ничего вам не смогу, да и не хочу. Скорее всего это были певцы, с которыми они делали фиты на своем альбоме. Единственное скажу, песня с одним из гостей была скучновато. И мелодически и ритмически сбивала накал и без того короткого концерта. Публика. Народу было мало. На танцполе человек триста и на балконе человек сто. Объясняю это только тем, что группа создана только в ноябре прошлого года, потому что музыка, на мой взгляд, достойная, чтобы ходить на такие концерты. Цены. На танцполе в районе тысячи рублей плюс-минус. У нас был балкон, вип-места, первая линия, по четыре тысячи рублей. Концертный зал Аврора. Читал о нем неважные отзывы, все подтвердилось. Повсеместно неприятный затклый запах. Моей супруге показалось, что креветки в салате Цезарь были не первой свежести, с соответствующим запахом, и есть его она отказалась. Воды с газом у них не оказалось, хотя в меню она была заявлена. Все остальное было нормально. Видимость цены с наших мест отличная. Думаю, многие мне захотят сказать, а может и напишут в комментах, ты кто такой, чтобы критиковать вокал и вообще критиковать профессиональных музыкантов? А сам-то петь и играть умеешь? На что отвечу? Я с благодарностью воспряму любую объективную критику, не оскорбление, а именно критику. И еще, я сомневаюсь, что мой пост будут смотреть парни из группы Outcast. Кто я для них такой, чтобы они смотрели мои блоги? Но для моих подписчиков, думаю, мое мнение будет интересным. Они же не просто так на меня подписались. И добавлю еще, я очень долго и внимательно изучал огромное множество всякой нашей околомузыкальной литературы о рок-музыке и пришел к выводу, что настоящих критиков рок-музыки у нас в стране нет. Есть музыкальные журналисты, которые умеют писать красивые поэтичные эссе, которые могут высказывать свое мнение на уровне нравится, не нравится. Есть историки рок-музыки, которые знают кто, где, когда и главное зачем родился и женился. А вот настоящих музыкальных рок-критиков в нашей российской природе не существует. я имею ввиду тех, кто разбирается в самой музыке, в особенностях конкретного стиля, в технике игры и звукозаписи, которые могут разобрать музыку по полкам, как музыканты. Настоящая критика это помощь, подсказка музыканту, как улучшить его музыку. Поэтому, если ребята из Outcast все-таки посмотрят мой пост, ну вдруг, случайно, то они надеюсь, что-нибудь полезное вынесут из моих слов. Ну а если пошлют меня, то и на том им спасибо. Я не для них это писал. Теперь перехожу к группе Аматори. Стилистика похожа, но правильнее будет сказать, что это у Outcast стилистика похожа на Аматори, так как именно они вышли из Аматори, а не наоборот. А похожая стилистика, о чем я говорил ранее, означает, что разногласия при уходе музыкантов из Аматори в Outcast носили, по-видимому, не только творческий характер. Общий саунд группы Аматори отличный. На концерте в известиях Холля 12 сентября они звучали очень мощно и зажигательно, завели публику с первой же секунды. Барабаны у Аматори просто супер. По сути дела, вся музыка крутилась вокруг них. Данил Светлов, на мой взгляд, выдающийся барабан. Музыка Как я уже говорил ранее, выражаясь боксерским языком, это панчер, нокаутер при выдающейся технике. Он вышибает звук из барабанов, как это делал великий Джон Бонхам из Led Zeppelin. В тяжелой музыке это очень важно. Может, я мало слышал, но это лучший русский барабанщик из слышанных мною. Очень высокая техника и артистизм. Хотя, казалось бы, какой может быть артистизм у сидящего где-то на втором плане барабанщика? Но было в его поведении за ударной установкой, в его размашистой игре какое-то неистовство. Это очень впечатляет публику. И этому надо специально учиться. Виртуоз. А если точнее, виртуозный нокаутер. Это высшая степень боксерского мастерства, да и барабанного тоже. И еще, он очень разнообразен. При этом полная самоотдача. Остальные музыканты играли так же хорошо и очень слаженно, но не выделялись. Он был местом притяжения взглядов. По крайней мере, моего взгляда. Сразу после концерта я даже сказал, что у меня сложилось впечатление, что это был концерт для ударной установки с оркестром. Но будет неправильным, если я не отмечу мощного баса в руках Дениса Животовского, так как без поддержки баса никакие барабаны, даже в самых умелых и опытных руках не зазвучат так мощно. Не просто так они работают в сцепке, как ритм секция. Аматоры звучат очень мощно, и в этом немалая заслуга бас-гитариста. Однако хороший барабанщик и хороший бас-гитарист это, конечно же, необходимое условие для создания успешной группы, но недостаточное. Все-таки лицом группы является вокал. Но раз уж мы сравниваем две группы, то вокалист-аматори Сергей Раев, по моему сугубо субъективному мнению, не обладает такой харизмой и таким мощным голосом, как у Игоря Капранова. К тому же он допускал технические ошибки, не всегда точно интонировал в некоторых песнях. Особенно отчетливо это было слышно при исполнении кавера на песню Юрия Шевчука «Родина». Сколько жизненных песок непригод вороненых пород Долгостанная дай Слова в песнях в его исполнении разобрать было трудно, в отличие от песен в исполнении Капранова. Там слова были отчетливо слышны. Что могу сказать по поводу Сергея Раева? Хороший чистый голос, умеет скримить и гроулить. В целом перспективный молодой человек, но расслабляться нельзя. Надо тренироваться, репетировать, работать над собой, раз уж повезло попасть в такую группу, как аматори. По поводу ритмики вокала. В своих песнях аматори допускают ту же самую ошибку, что и ауткаст. Зачастую поют вдолю в запевной части песни. То есть поют по-попсовому, превращая свою музыку в эклектичную смесь разных стилей. Эта ошибка присуща не только этим двум группам, но и подавляющему большинству наших российских рок-музыкантов. Это одна из причин, почему нас не признают на Западе. Не потому, что мы поем по-русски, а потому, что мы поем не по-рокерски. А это происходит, во-первых, потому, что рок-музыка это порождение англосаксонского мира и обусловлено ритмикой английского языка. Во-вторых, потому, что у нас в крови наша русская народная певческая традиция, предполагающая равнодольную, равнодлительную вокальную ритмику. И, в-третьих, это происходит из-за отсутствия теоретических исследований рок-музыки, отсутствия точного определения теоретических критериев рок-музыки. Музыкантам негде и нечего подсчитать на эту тему, кроме теоретических блогов Волощука СД, которого авторитетом в этой области пока никто не считает. Не скоро до людей доходит понимание некоторых вещей, жгут на кострах еретиков, которые делают некоторые открытия или считают и думают по-другому. Если говорить о гитарах у аматори, то гитарные партии не были так отчетливо слышны, как в ауткаст, но работали гитаристы и бас очень слаженно. Может быть, так это и было задумано при подготовке к концерту. Надеюсь, что это было именно так. Но в ауткаст отчетливое звучание гитарных партий Рубановского мне понравилось больше. Отношение к публике у музыкантов аматори, на мой взгляд, более уважительное, чем у ауткаст. Несмотря на то, что вокалист в один прекрасный момент закричал «Сосите все!» Но это я просто отношу к ребяческому эпатажу и сидящему в голове вокалиста шаблону, что рокер должен эпатировать публику любыми путями, в том числе обязательно ругаться матом и выкрикивать пошлости. А в подтверждение своих слов об уважительности скажу, что свое выступление аматори начали, как это и принято на таких концертах, где-то через час с небольшим от заявленного времени, в отличие от ауткаст, которое, как я уже сказал, начали более чем через два часа. В любом случае, общее впечатление от выступления обеих групп у меня сложилось положительное. Но сравнивая концерты, хочу сказать, что выступление аматори мне понравилось больше, несмотря на высказанное мною замечание. Подчеркну, это мое сугубо личное впечатление, основанное не на сухом анализе, а на моих эмоциональных впечатлениях. Но я всегда честно говорю о своих чувствах, иначе слушать вы меня больше не будете. Думаю, мне больше понравились и больше впечатлили аматори именно из-за полной самоотдачи всех музыкантов, работающих с энтузиазмом, вне зависимости от того, кто из них отец-основатель, а кто приглашенный позднее музыкант. А также из-за очень мощного звучания ритм-секции. В современном мире, в современной музыке именно ритм, именно тяжелый бит заводит публику в первую очередь. В рэпе даже появилась целая профессия битмейкер. Других объяснений, почему аматори впечатлили меня больше, у меня нет, так как технически ауткаст ничем не хуже, а в каких-то вещах может быть и лучше. Но на концерте аматори танцевал и неиствовал даже вип-балкон. Не говоря уже о танцполе, где любители слэма творили что-то невероятное. У ауткаста публика была поспокойнее. Подводя итог, скажу, и у той, и у той группы есть чему поучиться любому начинающему и не только начинающему рок-музыканту и даже такому великому рокеру, как Волощук СД. У аматори поучиться у Светлова разнообразию и мощи барабанов, поучиться слаженности и полной самоотдачи всех участников группы. У ауткаст поучиться у Рубановского виртуозной игре на гитаре, а у Капранова харизматичному и артистичному поведению на сцене, а также четкому произношению и технике экстремального вокала. Поэтому я получил и удовольствие и пользу от посещения обоих концертов. Я уже давно поймал себя на мысли, что мне нравится этот стиль музыки. В современном мире именно такая мощная тяжелая музыка может довести присутствующих на концерте до неистовства, до полного сброса негативных эмоций, очищения сознания от любых пессимистических мыслей. А если музыканты еще поют осмысленные поэтические тексты, без мата, похабщины и политической злободневщины, то здесь еще можно задуматься над собой и над своей грешной жизнью. Желаю ребятам не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствоваться, шагать в ногу со временем, создавать хиты, играть чисто стильную рок-музыку, работать на сцене в полную силу и поднимать нашу русскую рок-музыку на новый международный уровень. А про вот эту гитару ничего говорить не буду, так как любители рок-музыки и без меня прекрасно знают, что это знаменитый джем Стива Вая фирмы Ибанез. Дизайн этой гитары разработан самим Стивом Ваем и отличительной особенностью дизайна является вот этот проем для ладони, чтобы удобнее было ее носить. Стив Вай сам виртуоз и гитара это разработано для скоростной игры. Я демонстрирую ее только как часть моей коллекции и чтобы у вас там на экране картинка была поинтереснее и повеселее. Этим инструментом я пользуюсь очень редко, так как в скоростной игре я не обучен. Да и поздновато мне уже учиться. Я рифовик, создаю основу песен, но посчитал необходимым, чтобы в моей коллекции был такой выдающийся инструмент. на сегодня все. Рассказал вам и про гитару, и про ауткаст, и про аматори. Поэтому до свидания, друзья! До новых встреч в эфире! Валащук СД Пишет вам эссе Жизнь и рок-ер-рол Валащук СД СД